Добрый день, друзья! Сегодня мы будем говорить на тему достаточно интересную, с одной стороны, с другой стороны, достаточно она поляризует людей. Мы будем говорить о дипломатии, о дипломатии современной в 23-м году, о дипломатии украинской, об отзвухах этой дипломатии и отражении её в жизни, о двойных стандартах восприятия, о нестандартах восприятия вообще и о том, что существует у нас, как оказывается, дипломатия как такова и дипломатика украинская. Естественно, мы будем говорить со специалистом на данную тему, а специалист у нас Александр Мацука, экс-глава секретариата Собеза ООН. Боже, как длинное название выговорить, особенно когда мы говорим об ООН. Здравствуй, Саша! Добрый день! Я сразу предупреждаю, это без замикошонства, мы просто в жизни на «ты», и поэтому решили наш разговор, который мы ведём в жизни, вынести на ваше обсуждение. Не убессудьте. Я Елена Пригова, вы на канале «Континент», канале «Правдивом». Мы говорим, обсуждаем факты, домыслы мы оставляем, марафон украинскому. Так вот, у нас мы наблюдали за выступлениями президента Украины, начиная со вторника. Он выступал в ООН, он общался с законодателями американскими, потом он переехал в Канаду, и там его рукоплескания встречали с одной стороны, а когда он вышел на улицу, эти рукоплескания закончились просто гневными, гневной демонстрацией против Зеленского, и это было больно очень видеть. Так, вот есть такие кадры, которые показаны, которые есть, я поставила их в виде комментариев на странице вот этих двойных стандартов, как видят украинцы то, что происходит, и как происходит в реальной жизни. До Канады мы ещё доберёмся, потому что Канада – это особая тема, и она очень болезненная тема, особенно после выступления Зеленского и выступления и радостных аплодисментов, которыми встречали 98-летнего человека, который в своё время участвовал в дивизии ССР Учина. Сегодня мы видим уже извинения от главы парламента за то, что они сделали. Но это можно было воспринять и как провокацию тоже. Вернёмся всё-таки к Зеленскому, который выступал здесь, который приезжал сюда, о том положительном, что было, и том, что с точки зрения дипломатии является неприемлемым. Саша, вот откровенные твои рассуждения по поводу этого приезда. Ну, честно говоря, я вот когда читал прессу по поводу визитов, ещё предстоящих визитов в США, вот очень много было прессы. Вот президент поедет в ООН, вот он там изложит свой мирный план, вот он там им всем даст, он покажет, он приедет в Вашингтон, он встретится с Байденом, он выспит в Конгрессе, вот он получит атаканцы. Вот это всё, вот это вот у меня какое-то было нагнетание напряжённости какой-то. И у меня выскочило в голове тогда, выскочило название мною любимой книги Константина Павустовского, который учился с нами с тобой в одном здании, когда он ещё был в первой гимназии киевской. Вот, у него была прекрасная книга, биографическая, которая называлась «Время больших ожиданий». И вот это вот, вот это вот время больших ожиданий. То есть украинская, прежде всего пресса, она, по сути дела, вот подогрела вот какие-то ожидания, совершенно неоправданные ожидания. Президент едет на Генассамблеи, он выступит на Генассамблеи, он выступит в Совете Безопасности. Ну да. В общем-то, он уже там был. Это не первый раз, когда Зеленский выступает в Генассамблеи. И не первый раз, когда он выступает в Совете Безопасности. Более того, 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит сейчас, это одна из таких самых рядовых сессий. На ней не ожидается никаких там глобальных решений, прорывов. Более того, некоторые лидеры стран, руководители стран, скажем, тоже президент Макрон, тот же премьер-министр Великобритании, они решили не ехать на итоги Генассамблеи. То есть ничего не происходит, совершенно рядовое событие. Вот мы из этого устроили какое-то совершенно, не знаю, какое-то событие историческое. У нас все события, которые связаны с президентом, они должны быть историческими. Вот. Ну, он выступил на Генассамблеи. Он выступил на Генассамблеи. Хорошее выступление. Хорошее, хорошо написанное. Такое очень сбалансированное выступление. Причем, как мне показалось, там был хороший посыл. Это выступление было... Целевая аудитория была как раз вот эти вот равнодушные. Те, у которых есть свои заботы, которые считают, что украинская война, это где-то там далеко. Вот что можно своими делами заниматься. Что это... То есть, которые считают, что вот есть конфликт между Россией и Украиной в Украине, как часто пишут. Ну вот. Но это их не коснется. Что это не является угрозой для них. И вот это... Там был правильный как раз месседж, что не думайте, не думайте, что эта война вас не коснется. Она коснется так или иначе. Или у вас будут дорогие продукты, или вам не хватит еды, или просто за вами придут позже. Либо, так сказать, Москва сама собой, либо ее наемники в виде каких-нибудь очередных пригожинцев. Вот. То есть, и это был... И там был как раз очень хороший такой момент. Он вплел в свое выступление, Зеленский, такую фразу, что договариваться с Путиным нельзя. И пример Пригожина это хорошо демонстрирует. То есть, для вот всех этих вот африканских церков, которые считают, что Пригожин это был очень эффективный менеджер, который помог им победить всех, значит, повстанцев. То есть, они это услышали. Я думаю, что это хорошее было выступление. Но, к сожалению, там был совершенно непонятно, откуда взявшийся пассаж. Он выпадал однозначно. Вот был пассаж, который из всего выступления просто выпадал. Вот он сразу резал ухо. Климатическая инициатива? Что-что? Климатическая инициатива? Нет, нет, нет. Вот то, что... Ну, потому что меня, например, вот это сразу вот ошарашивало. Вот это расшаркивание по поводу климата и по поводу всего прочего. Нет, нет. Это другое, Лена. Дело в том, что вот генеральный секретарь делает свое, он открывает общую дискуссию, он там представляет свой доклад. И там, значит, там вот все это, как на елке, навешана вся деятельность, которой занимается организация ДНС. У нас генсек нынешний, он больше, ему нравится больше заниматься вот продовольствием, климатом, гендерными вопросами, чем вот свои непосредственные обязанности мировой безопасностью. Но. И поэтому очень многие делегации, так или иначе, они вот проходят по всем этим вот, по всем тем позициям, которые озвучены генсеком в его докладе. Вот поэтому это меня не зацепило. А вот что меня зацепило, это вот такая странная фраза, которая была сказана по поводу наших союзников, которые на самом деле играют на руку Москвы. То есть меня это царапнуло, но оно еще больше царапнуло поляков. Вот в результате мы имели этот совершенно никому не нужный скандал по поводу украинского зерна в Польше, по поводу украинского зерна в Польше. И польских яблок в Украине. То есть кто это придумал, зачем это было нужно говорить. Почему об этом нужно говорить с трибуны ООН, я не знаю, даже если есть проблема. Потому что эта проблема чисто внутренняя и, я бы сказал, семейная. Но это сказали во всеуслышание, в результате, по-моему, даже хорваты напряглись, они тоже это восприняли достаточно болезненно. Почему так? У меня вопрос вот тогда очень конкретный. Вот то, что мне кажется, может быть, мне кажется, может быть, я не права, может быть, как мне сказали, я очень нехорошо отношусь к президенту Зеленскому. Я сразу хочу сказать, к президенту Зеленскому я отношусь как к президенту Украины, моей Родины, и никак иначе. Если я вижу какие-то промахи и ошибки в его окружении дипломатическом и в его словах, я об этом говорю. Это задача журналиста. Если кому-то это не нравится, извините, оставайтесь при своем мнении. Мы высказываем здесь свою точку зрения. Я хочу заметить, что когда мы говорим о двойных стандартах, то вот точно так же были смонтированы кадры выступления Владимира Зеленского даже в первый день. Когда он выступал в пустом практически зале, абсолютно практически пустой зал, где не было практически никого. И что делает украинская журналистика? Они берут кадры чужих выступлений в этом же зале и просто их монтируют. Это называется с точки зрения журналистики под бок. Это называется, вам показывают куклу, которая не существует. И вот даже за эту куклу уже достаточно четко сказать, что, ребята, вы делаете медвежью услугу президенту Зеленскому. Вот как к этому относиться? А я раскрою секреты, я раскрою технику. Значит, открывается киноассамблея, в первый день общей дискуссии выступает обязательно, открывает дискуссию представитель Бразилии. Вот такая традиция. Всегда первый выступает представитель Бразилии. После него всегда выступает президент США. Вот такая вот традиция. То есть все может измениться, но это не может измениться. Вот. И уже так традиционно все... То есть... Многие ставят под сомнение лидерство США в мире. Это их право. Но когда выступает президент США, зал абсолютно полный. Всегда забитый. Там нет ни одного пустого места. Забито все. Более того, на этой неделе там общая дискуссия выдается спецпропуска. Спецпропуск туда, спецпропуск сюда. То есть с обычным пропуском нельзя попасть там вот в зал ген-ассамблеи. Так вот, когда выступает президент США, там еще дополнительный пропуск. Пропуск на выступление президента США. Потому что нужно ограничить просто количество людей, которые припрутятся в зал. И зал всегда полный. А потом президент выступает. Если кто смотрел заседание с выступлением президента Байдена, то он мог в конце, после выступления сразу услышать голос председателя, который говорил, я прошу делегатов оставаться на местах. Почему? Потому что они встали и начали расходиться. Ген-ассамблея, общая дискуссия – это возможность для двусторонних контактов. Поэтому главы делегаций, вот они приходят, слушают выступления президента США, а потом они расходятся по своей двусторонке, оставляя, каждая делегация оставляет там одного-двух человек, которые продолжают следить за дискуссией. То есть это абсолютно нормально. То есть для тех, кто знает, как работает вот этот орган, они прекрасно понимают, что обычно в зале на общей дискуссии сидит очень мало людей. Потому что те, кто следят. Потому что что нужно отследить, что нас интересует, в столицу отчитаться, если нужно ответить. Поэтому все остальные на встречах где-то, они не на соприкошли, они в соседнем зале сидят на двусторонней встрече. Поэтому ничего страшного нет в том, что президент Зеленский выступает перед… Пустым залом. Перед пустым залом, да. Ну, оптика плохая, я понимаю, вот для людей… То есть не показывайте зал, показывайте президента, показывайте президента. В этом ничего страшного нет. Ну, как же так, он же у нас светоч мыслей и великий лидер. Как же это… Мы хотим показать, чтобы его все слушали и внимали. И вот я с тобой совершенно согласен. Это подрывает доверие ко всему остальному. Если произошел подлог в этом, значит все остальное тоже мы будем ставить под сомнение, что вы нам показываете, что вы нам подсовываете. Потому что это откровенный… Это совершенно глупый подлог. Хорошо. А как вот этот образ, который на протяжении уже полутора лет соблюдается вот Кастро, такой весь из себя воинственный, команданты. При этом вот такой же образ поддерживает правая рука Ермак, который непонятно для всего мира. Они задают вопрос, кто такой Ермак? На каком основании он постоянно сопровождает? Это задают вопрос простые люди, простые американцы, которые смотрят. Но они понимают там, допустим, посол Маркарова. А после Маркарова – это отдельная тема о том, как она подготовлена. Но она же не в камуфляже. Ну да, она не в камуфляже, потому что она в Америке. А все остальные… Ну вот Кулеба наконец-то сменил уже белые кроссовки на костюм и совершенно по-другому выглядел. Там были какие-то вот эти люди, которые вот из окружения. Но первым все время в кадре, когда сидит делегация, там сидит Ермак. С точки зрения дипломатии, кто это, что это и по какому праву? Это не дипломатия, Елена. Это не дипломатия. Это вопрос менеджмента государственного управления. Я всегда исхожу из того, что самый большой ущерб, который вы можете нанести государству, это разрушение его институтов. Вот есть институты власти. Мы с тобой можем ругаться до клика по поводу того, кто более достойный президент Соединенных Штатов. Ты будешь говорить, что вот этот, я буду говорить, что другой. Мы будем активно выступать против другого кандидата и возмущаться и прочее, прочее. Но кто бы ни стал президентом Соединенных Штатов, то есть вот эта вот вся структура, она никуда не денется. Она будет работать. Потому что есть институты власти, которые продолжают работать независимо от персонали. А тут получается, что откинем вопрос того, какой из себя и кто такой Ермак на самом деле. Вот просто человек, который есть, давайте назовем, руководитель офиса президента, который на себя замыкает абсолютно все. По сути дела, он в одном лице, он и вице-президент, и руководитель правительства, вот, и в какой-то степени Верховной Рады. Вот, то есть человек, на котором замыкаются все нити. Вот, ну, во-первых, нельзя объять не объять. Потому что если вы замыкаете все на себя, то где-то, где-то будут какие-то упущения, потому что очень узкая горлышко у этой бутылки. Во-вторых, ну вот, скажем, я беру МИД. Международное движение. Есть организация, есть министерство иностранных, где очень большой аппарат у этого министерства. Это там много очень умных, профессиональных людей. Но в офисе, в офисе президента этим занимаются, там, ну, 3-5 человек, которые должны вот все это вот знать. И вместо того, чтобы давать указания министру иностранных дел, что вот сделайте то-то, 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 подготовьте нам такие-то документы, сделайте это. Вот, и дайте свои предложения. Вот, ему дают какие-то, он дверь открывает. Он дверь открывает, они готовят там, какие-то материалы к выступлению президента. Они готовят выступление, они дают материалы к выступлению. Потом какие-то люди, которых никто не знает, которые являются спичрайтерами, вот пишут непонятно что, кто вставляет туда вот какие-то пассажи, которые непонятно откуда взялись и непонятно зачем они там написаны. Вот, то есть это, это, это плохо, это неправильно. Ну, что касается стиля одежды, ну, это уже вкусовщина. Тут, кстати, я не могу, я не могу это комментировать, я бы не, я не понимаю, ну, как сказать. Какой месседж посылается? Нет, понимаешь, когда, вот, когда началась война, когда началось активное вторжение, и они ходили непонятно в чем, вот, и непонятно как, это мне, то есть, опять-таки, это мое личное мнение, то есть, очень индивидуально, я в данном случае не ставлю под вопрос, вот, зачем это. Но я понимаю, когда вот, вот, первые дни, вот, когда было не до того, когда у тебя просто, может быть, ты сидел на работе, а у тебя костюмы все висели дома, и, извините, не было возможности. Но когда это происходит полтора года, и я вижу, что меняется, покрой меняется, то есть, мы, мы, то есть, откровенно шьем, шьем новые, новую форму время от времени. То есть, то есть, уже раздавал, оно все зеленого цвета, но вот уже вот сейчас, это была какая-то, но вот последний раз, когда приехали в Нью-Йорк. Это разное, вот, у меня, знаешь, меня другое всегда удивляет. Вот это вот трехдневная небритость. Это рассчитано на кого? Это имиджмейкеры там должны появиться. Ведь это рассчитано на свою аудиторию внутреннюю. Мы говорим сейчас о дипломатии. Дипломатия всегда, она не экстравертивна, она интровертивна должна быть. Они должны слышать, ее должны понимать, и она должна нести какой-то месседж. Я пытаюсь на протяжении вот последних полутора лет услышать четкий месседж от украинской дипломатии. Четкого месседжа нет. Потому что этот месседж подается, опять-таки, аудитории украинской. Да. В значительной степени украинская дипломатия ориентирована на внутреннюю аудиторию. Это перформанс. Вот мы показываем, как мы работаем в дипломатии. Все на показ. Показ для внутренней аудитории. Внешняя аудитория, это неинтересно. Внешняя аудитория удивляется. Удивляется, почему эти люди ходят в... В военной форме. Почему они говорят такие вещи? Что они делают? Вот внешняя аудитория... Александр, я сейчас просто напомню. Внешняя аудитория, особенно американская, в которой резко упала поддержка Украины. Собственно, она упала практически во всем мире. Если снять розовые очки и почитать комментарии, я все время говорю, я обращаю внимание украинцам на те комментарии, которые пишут под любыми абсолютно статьями, связанными с Украиной. Эти комментарии, если вы начнете понимать, что там пишется, эти комментарии совершенно снимают вот эту пылену с глаз, пылену. И ты видишь ту картину в реальном, в реальном, в общем-то, ее ракурсе. Люди критикуют украинскую власть. Люди критикуют форму поведения украинской власти. Люди критикуют Украину именно благодаря тому, что они перестают верить. Вот в эти перформансы перестают верить в форму поведения и начинают задумываться над тем, что говорит Зеленский. Почему я об этом говорю? Потому что, когда Зеленский присоединяется к глобальной инициативе, когда он повторяет с трибуны ООН именно нарратив вот этой глобалистов Всемирного экономического форума, то думающие люди прекрасно понимают направление движения к Украине. Когда Зеленский чуть ли не обнимается с Клинтоном, это после того, как президент Байден тут же на трибуне ООН на этой же сессии говорит о том, что мы дадим 25 миллиардов Всемирному Банку для решения глобальных проблем климата, а потом мы слышим от законодателей, что эти деньги собираются передать потом фонд глобальной инициативы Клинтон, и мы понимаем о чем это, потому что у нас стоит Гаити перед глазами. Ты же помнишь, как она спасала Гаити и сколько денег у нее прилипло к ее рукам? Я не помню. Не помнишь? Это был 16-й год и потом глобальная инициатива в 19-м году она закрылась. И когда Клинтон говорит в интервью, вот сам просто пишет, дает интервью, что они вернулись к глобальной инициативе в 22-м году, я помню хорошо выступление и беседу с Зеленским, Клинтона 20-го сентября 22-го года. Это практически вот сейчас была калька, то же самое. Welcome to the club приветствует Зеленского в этом глобальной инициативе. Следующее действие, которое мгновенно происходит, он связывается с госпожой Абрамович, небезызвестной, очень контровертивной художницей, перформансы устраивающей, работающей на очень скользкой теме, там сатанизм в чистейшем виде, там культ смерти, культ мяса, культ крови. И вот этот человек теперь будет заниматься в общем-то детской темой в Украине. и она будет представлять Украину для мирового сообщества именно в контексте детей и воспитания и школы. И у людей возникает реакция в социальных сетях, отвергающая полностью то, что делает этот человек, который связан с разными неприятными вещами, но за счет большого глобального мира. И там Ротшильды участвуют, и там Клинтоны участвуют, и там все участвуют. И вот мы сейчас видим эту картину и дальше начинается подчистка вот того, что всплыло. И украинская власть начинает это чистить. Вот буквально они там в телеграфе вышла статья, уже старается украинский сегмент это прибрать. И вот каждый раз вот такие непонимания, с кем вы садитесь за стол, непонимания, о чем вы говорите и непонимания, что вам предлагают. Это как называется? Вот меня интересует. Это называется любой ценой получить что-то, даже ценой продажи интересов своей страны, своих детей. Как это назвать? Ну почему продажи интересов своих детей? Я честно не понимаю, я впервые услышал об этой тетке, вот когда появилась информация о том, что она там чего-то будет делать украин. я не знал, что она вообще существует. Одна из самых богатых художниц в мире, которые вот именно поддерживают вот этот клуб особо богатых людей, сильные мира сего, они поддерживают. Если ты начинаешь разбираться конкретно в этом творчестве, ты за голову хватаешься, потому что там связь, Wall Street Journal поднимала эту тему, там связь непосредственно с human trafficking. Просто писали об этом статьи. Просто речь идет о том, что мы разделили сейчас на общество тех, кто в информации, в теме пытается понять, и тех, кто закрывает глаза и говорит, нам это не надо, у нас все нормально. Мы с тобой может быть разными словами и разными образами говорим об одном и том же. Кто такая тетка, я не знаю, что она может, я не знаю. Опять-таки, мы вместо того, чтобы укреплять институты власти, институциализировать ту или иную проблему, мы опять опираем, мы, украинское руководство опирается на индивидуальные, на индивидуал, вот каких-то людей, мы позовем какого-то человека, и он будет для нас вот чего-то делать. Да не будет один человек ничего не делать. Мой учитель, Ненадий Удовенко, когда он получал очередную должность, мне нужен аппарат. Потому что он прекрасно понимал и отдавал себя что-то, самый умный человек, не имея аппарата управления, ничего не сделал. Поэтому все эти послы доброй воли, и все эти вот другие вот люди, которых призывают, чтобы они что-то сделали. Ну да, они могут принести какие-то деньги, они могут устроить какую-то публичную кампанию, потому что если ты эпатаж на тебя обращают внимание, ты можешь ввести в это какой-то свой месседж. Эпатаж эпатажу рознь. Тут нужно тоже знать меру и понимать кому что доверять, потому что можно в конце концов и более еще эпатажных персонажей пригласить на какую-нибудь детскую тему. Но я не вижу вот то есть честно говоря я до конца не понимаю зачем это вообще нужно, зачем приглашать вот подобного типа. Опять-таки я не говорю об этой конкретной даме, вообще говорю о том, что мы слишком много внимания уделяется тому, что каким-то личностям предлагают, чтобы они что-то решили вместо того, чтобы укреплять институты власти, которые этим будут заниматься. Будут заниматься профессионально, будут заниматься системно, а не в промежутках между эпатажем. Вот мы сейчас говорим об эпатаже, но там ей предложили еще найти в совет Бабьева Яра. А она здесь причем? Так вот каждый раз задается вопрос, а при чем она к этому? А при чем она к этому? А при чем вот это Сара Эштон, там, Чирилла, которые трансгендер взяли этим говорящей головой спокс-персон? Это же из этой категории чем хуже, тем лучше. И потом вопросы задаются, а где находится СБУ? Кто проверяет эту даму или парня или мужика по реке в белом? И эти вопросы... А зачем СБУ? Уже здравого смысла недостаточно. Ну, здравый смысл, мы не говорим сейчас о здравом смысле, но когда американский, извини меня, сенатор задает этот вопрос, есть ли у этого существа допуск, вообще хоть какой-то допуск, РБА нашего, и потом ее выгоняет его, оно уходит, и вот сейчас очередной эпатаж. Обрати внимание, ведь не берут же людей, которые меняемы в своем психическом состоянии. Может, они настолько гениальны, что нам не понять, но когда я читаю о том, что вот эта женщина с ее извращенным видением мира, которая за большие деньги покупает сильные мира сего, будет заниматься проблемами детей и школ, мне так и хочется как матери сказать, держись подальше от детей, держите детей подальше от нее, со всеми скандалами, со всеми делами. Украина опять вступает на это. Хорошо, это репутация, это репутация. Мы говорим сейчас о репутации, вот хорошо, вот смотри, давай просто разберем прилет президент страны, которого вообще никто не встречает с точки зрения дипломатической, что это было. Он встречает посол Украины и все. Куда, сюда? Когда он в Америку прилетел. США? Да. Нормально, абсолютно, все нормально. Только один посол, это нормально? Да, потому что он прилетает на... Это ООНовский протокол, то есть его не должны были никого не встречают вообще. Это правда, хоть... Спасибо, хоть расставил точки... Нет, нет, это абсолютно нормально, то есть ООНовский протокол начинается, то есть они не прилетели в США, они прилетели в ООН, понимаешь? ООНовский протокол начинается у порога, у входа в здание ООН, вот, а до этого то есть нет, все нормально. Хорошо, дальше мы говорим о том, что было анонсировано выступление в Конгрессе, значит, кто-то должен был подготовить это выступление президента в Конгрессе. В последнюю секунду мы узнаем, что никакого выступления не будет. И дальше, вот, кстати, о выступлениях президентов чужих стран в Конгрессе, вот это интересно было бы услышать, насколько это является необходимым и кто это планирует и от кого это зависит. Хорошо, значит, выступление, вот, давай насчет выступления в Конгрессе. Откуда пошла эта информация? Я не помню, я могу ошибаться, я не помню, чтобы официально офис президента говорил о том, что он будет выступать в Конгрессе. Это было, опять-таки, средство массовой информации украинские. Вовсю голосили о том, что вот президент сейчас выступит в Конгрессе и будет, и это будет фурор. Кто это запустил, я не знаю, но в любом случае офис президента должен был об этом сказать совершенно ясно, совершенно четко, что президент не будет выступать в Конгрессе. Об этом никто не сказал, поэтому произошла вот такая накручивание публики, все ожидали, вот он сейчас приедет в Конгресс, вот там он будет самое главное. А потом выяснилось, что оказывается он не будет выступать. А он не мог выступать в Конгрессе по двум причинам. Первая, чисто формальная, визит президента Украины в США назван рабочим. В рамках рабочего визита того или иного руководителя не может быть, он не может выступать в Конгрессе. это рабочий визит. То есть это могло случиться во время официального визита. Это большая разница. Хотя у нас там смещены немножко акценты в этом плане, потому что на рабочем визите не должно быть и жены, если разобраться. Ну, такая практика. Но у нас это как-то обходит. Но не в этом дело. Дело еще в другом. Президент Зеленский выступал в Конгрессе в прошлом году. Получил очень хорошую прессу и все было замечательно. Это, кстати, к вопросу о том, что падает поддержка. И вот почему-то ожидал, что он выступит в этом году и он не выступил. Ах, какой ужас, провал, 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 провал. Но дело в том, что за время существования Американского Конгресса в нем больше, чем один раз то есть довольно часто выступают разные представители иностранных это нормальная практика. Но дважды выступала выступал Черчилль больше одного раза. Выступал Нельсин Манделла потом там с разрывом лет 18 не помню уже сколько. Вот выступал министр, премьер-министр и Индии Моди и кто-то из израильских премьеров я не могу я не хочу соврать либо Перес выступал дважды все. А больше никто дважды не выступал поэтому тем более все они выступали с разрывом в несколько лет. А так чтобы ты каждый год приезжал в США и выступал в Конгрессе то извините лидер республиканцев в Плате представителей был совершенно прав когда он сказал не наш президент каждый год в Конгрессе выступал. Ну как набросились на президента как левые набросились как украинцы не на президента а на Маккарте как украинцы стали реагировать на вот это. Вы же понимаете дорогие мои все это рассчитано на публику которая будет слушать в Украине и смотреть в Украине. Я почему говорю об этом потому что вчера по мне проехались в соцсетях как же это я посмела сказать что мне не понравился вот такой честно говоря я считаю что это достаточно хамское обращение к Трампу скажи пожалуйста что будет твой план действий на случай урегулирования он мне спросил ни об одном Зеленский в интервью в котором давал СНН он задался вопрос он не поинтересовался ни у одного больше кандидата ни у справа ни слева те которые тоже не оглашают свой окончательный план план действий по отношению к Украине а самое главное он об этом плане не спросил у президента Байдена у действующего президента вот как с точки зрения прописанной дипломатической вот такие вот распальцовка я это называю он все время вспоминает он все время вспоминает Трампа который не президент он постоянно каждый раз когда дает какие-то интервью он вспоминает Трампа он не понимает что может перевернуться ситуация так как она перевернулась в 16-м году с той же Клинтон с односторонней поддержкой насколько президенты других стран вот так вот себя ведут по отношению к президентам Соединенных Штатов Америки давая им какие-то вот такие вопросы и оценки он их оценивает ну при чем здесь дипломатия это же не дипломатия это не вопрос дипломатии это вопрос такта это такт это извините воспитание и Трамп Трамп тут не в одиночестве вот потому что да Трампа Трампа спрашивают какой какой у него план у Байдена спрашивали почему мы не в НАТО вот тот же человек спрашивал министру обороны Великобритании вот спрашивали у него спрашивали а за что за что и сколько раз нам вас благодарить и обещали его благодарить каждый день вот столько раз сколько он скажет то есть это да вот что это такое как это назвать правильно с точки зрения ведь люди же смотрят не только в Украине люди смотрят во всем мире и они сначала они удивлялись теперь они возмущаются а потом следующая стадия идите вы сами куда хотите это не воспитанность я можно назвать словом хамство вот по мне это просто не воспитанность не понимание не умение вести диалог абсолютно не умение вести диалог и плюс есть такие вещи очень часто что получается знаешь когда вот они слышат как глухари они слышат сами себя они они слышат что они слушают и слышат то что они сказали они никогда не знаешь как говорится не важно что ты сказал важно как тебя услышали и вот это никогда не продумай не просчитывается как аудитория на которую это сказано как она это воспримет как она это услышит что она в этом услышит вот поэтому иногда получается такие потом какое-то изумление происходит а что а что мы такого сказали что мы такого сделали а чего это вдруг они вот они услышали то что вы им сказали только вы недопонимание не знаю как это называть когда говорится что-то говорится для того чтобы сказать для красного словца как был когда-то один знакомый который встречался это еще советские времена были вот встречался с американскими школьниками которые пришли там спрашивать о внешней политике советского союза вот здесь в Нью-Йорке вот и значит спрашивать его что-то о вторжении в Афганистан вот ну и он им дал такой отлуп дал вот вышел и сказал что пришел в офис в корреспондент как мы им дали вот на что один значит другой мой знакомый сказал кому вы дали детям вы детям дали а вот кстати по поводу дали кому дали вот мы все время говорили о том что каким образом Россию изгнать из ООН мы две или три передачи на эту тему проводили в разное время сейчас наконец-то через полтора года президент Зеленский озвучивает о том что лишить Россию право вета к этому заявлению с трибуны ООН присоединился уже ряд очень маленький ряд стран при этом президент Зеленский предлагает расширить совет безопасности ООН и ввести туда страны третьего мира африканские в частности страны для решения вопросов вопросов мира и всего прочего вопрос а может быть вообще вот это правило вета надо отменять потому что непонятно кто этим правилом владеет и насколько реально выгнать Россию вернее лишить ее вот этого права вета объясни по поводу расширения состава постоянных членов Совета безопасности ну идея не оригинальная в данном случае президент Зеленский повторил то что предлагал перед Генассамблее президент Байден но президент Байден тоже не оригинальный потому что вот это эта идея она в воздухе крутится лет двадцать и включая включая даже вот эти вот включая состав этих стран вот и то что предлагает президент Байден мне понравилось почему потому что среди тех кого предлагает в Совет безопасности там три страны Брикс то есть это это такая ну торпеда под 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 Брикс то есть Соединенные Штаты предлагают Индии Южной Африке Бразилии его живот мы мы поддерживаем вас чтобы вы были там вот хотя Соединенных Штатов здесь у них один голос извините вот при всем уважении но дело в другом дело в том что это очень красиво звучит это это приятно слышать в Дели в Бразилии и приторий вот но практически это это не имеет никакого смысла потому что можно увеличить количество постоянно членов Совета безопасности с правом ВЕТа до любых размеров но поскольку есть право ВЕТа то одна делегация как раньше так и сейчас может заблокировать любое решение какая разница сколько у вас стран с правом ВЕТа если каждый из них может блокировать решение просто будет больше возможностей больше вариаций больше стран которые смогут заблокировать Любович то есть не имеет смысла есть 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 попытки как раз ограничить право ВЕТа французы говорят о том что ставят вопрос о том что государство которое является частью того или иного конфликта должны отказываться в принципе это есть это правило такое вот неписанное есть что государство не должно голосовать должно воздерживаться при голосовании если этот конфликт их касается но поскольку у нас скажем Россия не воюет с Украиной так они сами говорят у них СВО против нацистов но с Украины они не воюют территориальный целостность с Украины вот в учитывая реалии они тоже поддерживают вот и вообще там было уже два переворота уже если раньше у нас был один переворот теперь уже Лавров говорит что у нас было два переворота один маленький один большой по три по пять вот то они всегда скажут мы же не воюем то есть мы имеем право у нас нет конфликта с Украиной мы просто мы просто ее бомбим и поэтому мы блокируем любое решение вот в этом плане то есть нужно это должно быть прописано ограничение права вето должно быть подписано в свое время по такому пути пошли в БОБСЕ там было правило консенсуса и в начале девяностых они ничего не могли решить потому что Югославия блокировала все решения вот они приняли большинством голосов они сумели принять решение что которое сейчас называется консенсус минус один то есть одна делегация не может нарушить консенсус вот и все и все стало на свои места дело в том что вот эти предложения почему ты говоришь что мало стран поддержали инициативу Зеленского реформировать совет безопасности реформировать совет безопасности хотят уже последний четверть вверх вот сколько я работал вон сколько его хотели реформировать но проблема в том что для того чтобы реформировать совет безопасности эффективно нужно извинить уставу ООН потому что в уставе ООН написано что есть право вета вот эти пять стран имеют право вета правда пятое она Советский Союз а не Россия но для того чтобы изменить состав Устав ООН для того чтобы изменить Устав ООН нужно решение двух третий членов организации Белинных Наций о чем сказал Зеленский плюс согласие пяти постоянных членов Совета Безопасности о чем Зеленский почему-то умолчал Смотри вот это недоговоренность каждый раз знаешь маленькая ложь вызывает Это не ложь это не ложь это скорее всего Непонимание Значит вот эту часть писали люди которые устава не читали это не Мидорский текст А теперь смотри там же был представитель Украины в ООН тоже и если он не знает если он понятия не имеет что происходит и не знает из того ООН мы говорим сейчас о профессионализме этих людей который молчит каждый раз он молчит когда Россия что-то говорит я была поражена в хорошем смысле поведением представителя Израиля который поднял плакат и просто вот Димаш такой устроил дальше у меня вопрос к тебе как человеку который знает все протоколы имела ли право полиция Нью-Йорка вывести его из зала и арестовать фактически это не полиция а кто это сделал что там произошло тогда полиция Нью-Йорка там нет и не может быть там кто там там безопасность Овановская да имеет право она прикасаться к дипломатам все я получила ответ я получила ответ у нас был у нас был я скажу это 14-й год по-моему был да в 14-м году украинская делегация там приехала тоже на генассамблею и на выступлении по-моему Лаврова они там на трибуне наверху на балконе развернули украинский флаг простреленный вот и их тут же схватили забрали флаг вывели из зала и забрали пропускать это то есть есть правила которые нельзя нарушить хорошо но в том же 14-м году бывший министр иностранных дел Украины Климкин который пропал после вот нескольких лет пребывания там когда до 19-го года был сейчас он опять всплыл сейчас он дает комментарии он полным ходом востребован я помню как Климкин жрал руки в 14-м году я напомню уже Крым аннексировали и Донбасс уже шла война он прожимал и улыбался чуть ли не обнимался с Лавровым вот как это понимать это что там было во-первых не выиграл а проиграл во-вторых не волга а 3 рубля вот значит я был в зале когда это случилось первый раз Климкин приехал на заседание Совета Безопасности он пришел сел на свое место постпред тогдашний постпред России при ООН Чуркин Чуркин да это было до начала заседания вскочил со своего места побежал туда и начал начал сжать Климкину руку инициатива исходила от Чуркина вот и я помню что там там такая нежная и очень многие возмущались и у меня вот у меня тогда я помню у меня у самого я отвечал кое-кому что а что он должен был сделать в этой ситуации когда в зале подходит к нему россиянин и здоровается здоровается проявляет уважение к министру который приехал его же мочить то есть ну все-таки это начало это начало войны то есть тогда еще мы же мы же в Минске с ними встречались тогда понимаешь у нас у нас еще не было вот этого вот этой вот ожесточенности которая есть сейчас уже мы мы уже с Лавровым уже никто не здоровался но с Чуркиным мы здоровались и Чуркин с нами понятно это очень интересно понимаешь люди же со стороны смотрят они складывают определенное впечатление о тех или иных политиках меня еще интересует вот политика украинского посольства в Америке и мне кажется что вот этот непрофессионализм который мы с тобой говорили о том что у нас в дипломатии нет профессионала ты готов подтвердить вот эту свою свой тезис нам не хватает нам не я не хочу там там есть профессиональные люди которые которых я может и не знаю даже кого я многих я знаю кто там работает но проблема в другом проблема в том что на высшие посты у нас ставят людей извне системы при том что постоянно говорят что у нас нет нам не хватает профессионала при том что у нас послы высокого ранга сидят в резерве и не используются совсем никак то есть люди которых завтра сегодня можно взять и в любую страну его отправляет послова но он справится вот но да нам не хватает профессионал я согласен вот это так вот а что касается посольства в США ну я честно говоря я там никого не знаю я вообще не знаю кто там работает я знаю я видел только Маркарова и все насколько почему это происходит так ты ж дипломат ты участник активной жизни украинской почему происходит вот так но есть две версии у меня есть первая версия у них действительно короткая скамейка запасных потому что нужно набирать только своих потому что лояльность это это прежде всего вот что что абсолютно неправильно я в принципе неправильно потому что я видел в моей карьере были встречались совершенно неприятные люди даже очень неприятные которых держали только потому что они были очень высокого класса профессионалов вот поэтому этот человек бросался там тяжелыми вещами сотрудников рауба пилу строила стерехи но его терпели потому что он он делал дело вот у нас очень часто вот причем это это же не при этом не при этой власти не случилось это случилось еще в 14 году когда у нас куча послов вернулась было отозвано в никуда вот просто усугубилась ситуация усугубилась тем что сейчас у нас получается ситуация складывается так что у нас послов отзывают планово непланово не имеет значения а потом их неким заменить их неким не могут найти замену в силу разных причин скажем в казахстан там и в чехию предлагали кандидатов и те и другие отказались сказали нам такого не надо поставить не хотим то есть люди получше а получше нету получше либо либо профессионализма не хватает либо либо он не лояльный вот и получается что у нас происходит провал при том что потенциал очень сильный то есть можно найти посла хорошего посла в любую страну начиная от Великобритании и кончая Казахстан скажи пожалуйста мы с тобой говорили о Маркаровой в контексте того что в общем-то она не совсем пробпригодна в этом направлении мне кажется я имею свою точку зрения я сужу по ее действиям она совершенно непригодна потому что она вредит Украине когда она запускает нарратив очень активно о том что Ленгиз не нужен понимая что она запускает ложь изначально в том что написано в самом законе Ленгизи бог с ней она берется судить на всевозможных украинских собраниях она берется давать оценку а вот это правильная диаспора вы с ней работаете а это неправильная диаспора вы с ней не работаете последнее вот такое было неделю тому назад в воскресенье в субботу когда она выступала в Мэриленде она там появляется она появляется на забавах она все время появляется на этих шароварных мероприятиях и она дает оценку в общем-то гражданам Соединенных Штатов Америки имеет право посол такие вещи делать такие заявления наверное имеет наверное имеет право просто ты неправильно ставишь вопрос насколько это разумно потому что да мы можем себя ограничить себя удобной для нас тусовкой которую мы будем считать с нашей эмиграцией я через это прошел я в свое время через это прошел когда в советское время значит единственная диаспора для советской Украины была Лига Американских Украинцей это такое украинское национальное подразделение Компартии США а потом значит потом вдруг мы открыли для себя открыли что есть да при этом любые другие контакты с другими неправильно американцами украинского происхождения это было это было просто какое-то табу а потом спасибо Геннадию Чудовенко тогдашнему постпреду который не побоялся еще без без решения центральных без решения инстанций тогда говорили он начал устанавливать связи с просто с американской диаспорой с профессорой с прочим оказалось что это очень много очень интересных и полезных для Украины людей которые имеют то есть и мы открылись и выяснилось что Лига Американских Украинцев это никто вообще и звать их никак а УКК а как УКК относиться это же филиал Демпартии это просто филиал Демпартии да нет тут знаешь вот принцип такой либо мы работаем со всеми и тогда у нас мы можем говорить о том что мы работаем с диаспорой либо мы работаем вот с удобными нам знакомцами с которыми нам приятно общаться вот и делаем вид что мы работаем с диаспорой для меня вообще принцип понятия диаспоры вот я до конца для себя вот я еще не понимаю что значит для украинской власти диаспора это кто это мне здесь объясняли что диаспора это те люди которые принадлежат каким-то украинским организациям то есть если ты вот не не входишь там в какую-то политическую украинскую организацию то ты эмиграция а вот если ты входишь то ты диаспор ну и получается в общем-то довольно странно потому что ну диаспора она она меняется постоянно вот сейчас приехала куча людей которые они диаспоры или они эмиграции мы вот эту вот молодежь которая приехала и которая профессиональная и завтра она станет частью элиты американской ну как только они язык выучат они никто они неправильные они неправильные они просто мы их не видим мы они вот мы им помогаем да но 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 нам нам неинтересно что они думают нам и диаспоры тоже неинтересно потому что они все кумы они все они все родственники они все друг друга знают а мы чужие а вот другие они чужие вот поэтому это сложный вопрос и я поэтому вот как ты говоришь что там кто-то ставит на определенную партию также также неправильно ставить вот на избранных представителей диаспоры я с тобой совершенно согласна потому что любая элитарность они сами себе назначают элиты они сами себе назначают правильными неправильными последний вопрос который меня беспокоит который беспокоит очень многих это то что произошло в канадском парламенте когда приветствовал спикер парламента и трюдо приветствовали в зале 98-летнего украинца который был участником дивизии ССБ учена я не говорю о том что она она в общем-то ее не судили она она не была осуждена в Нюрнберге в 46-м году я скажу о том что да в 86-м году проверяли абсолютно каждого и проверяли каждого объезжающего украинца но для людей во всем мире вот это название сочетания СС Голочина вызывает определенные эмоции и определенную реакцию так вот когда трюдо в зале приветствовал этого человека аплодировал и приветствовал его президент Зеленский сейчас спикер вот этого хаос Канадин хаос извиняется и дает извинения абсолютно всюду начиная от CNN перепечатывается US News и World Report и все это отражается на репутации в результате украинского президента как вот с этим люди которые находились в зале дипломатическая служба наша украинская знала что-либо об этом потому что это можно восприять как провокацию я этого не знаю откуда я знаю что я даже не знаю кто там посол я честно говоря мне трудно судить кто об этом знал кто не знал вопрос в чем вопрос в том что я это я это расцениваю для меня это она вольная или не вольная но это провокация почему да дивизия дивизия СС Голочина это так называемая ВАФНСС полевые части дело в том что иностранцы не могли служить в вермахте поэтому все подразделения в которых служили иностранцы на стороне нацистской Германии за исключением русской освободительной армии которая имела особый статус они все были как ВАФНСС то есть это была дивизия Викинг и та же дивизия СС Голочина я когда-то спросил одного своего знакомого который занимался историей Второй мировой войны я говорю как же вот дивизия СС Голочина что он мне сказал да ты дураки пришли до Нинти ну это нужно тогда каждому объяснить что это дураки и что провокация это провокация это да это вот как раз тот случай когда то что ты говоришь что люди не знают и не должны знать вот этих нюансов они слышат СС Голочина и они слышат Украина и они слышат что вот украинский президент приветствует ветеранова СС Голочина и это начинает лить воду на мельницу российской пропаганды которые говорят что в Украине наследник коллаборантов УПА это пособники нацистов бандеранцы это то же самое что СС то есть значит идет смешение понятий вот те коллаборанты тех кто так или иначе служил нацистам ставятся на одну доску с теми кто воевал против за независимость Украины против и тех и других вот и в данном случае я не знаю я честно говоря я себе не могу представить это не профессионализм прежде всего канадских властей которые не понимают кого они зовут вот я не знаю насколько я не знаю имело ли посольство к этому какое-то украинское к этому какое-то отношение надеюсь что нет и думаю что ну в общем-то не посольство решать кого 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 будет приглашать в канадский парламент скорее всего где-то кто-то но опять-таки вот понимаешь вот это же украинская диаспора и мы не думаем о том что тут она украинская диаспора кто-то предложил вот давайте а давайте мы пригласим вот этого деда потому что он у нас последний кто остался в живых все остальные уже умерли 98 лет человек зачем зачем это было сделать вообще я не понимаю то есть это ничего не добавляло вот в тот визит который состоялся ну кроме скандала ну вот вот такие скандалы когда мы говорим о количестве оно переходит уже в качество невосприятия постоянно какие-то грабли постоянно какие-то скандалы мы говорим с тобой о профессионализме это самый короткий самый последний вопрос который я хочу задать что нужно сделать чтобы вот эти грабли наконец-то вынесли и наконец-то Украина позиционировалась совершенно с другими вещами потому что польский скандал вот этот скандал в Канаде еще ряд скандалов они уже давно выплеснули ребенка и люди уже слышат только о скандалах что нужно посоветовать или сказать или кто услышит именно украинским политикам что enough это enough вы просто сейчас распилили сук на котором вы сидите вы убиваете доверие к вам людей разных не говорящих по-украински я еще раз подчеркиваю я читаю комментарии начиная от CNN Forbes NSNBC New York Times Washington Post там где есть комментарии я хватаюсь за голову потому что большинство этих комментариев не идут на пользу Украине если украинцы прочитают их им станет плохо вот как быть ну прежде всего прежде всего я думаю что что касается внешней политики я думаю что прежде всего нужно опираться на профессионал с этого нужно начинать профессионалы вот они меня знаешь что меня насторожило сейчас сменили всех заместителей министра обороны вот и меня в этой ситуации меня она сторожа одна вещь уволили генерального секретаря министерства обороны должность генерального секретаря была установлена именно для того что это был должен был бы не политический пост который который занимался тем что персонала обеспечивал деятельность не того или друг должен обеспечить деятельность того же того или другого министерства и он не зависит от смены власти министры приходят уход генеральный секретарь министерства остается если увольняют генерального секретаря министерства значит нам нужно выгонять всех включая начальников управления это значит там уже если есть необходимость в этом если это не политический заказ вот просто давайте мы его уволить нельзя увольнять генерального секретаря если у вас там совершенно все не прогнило уже до дна это это уже уже край если есть такая нет но у нас у нас ушел к садиме я тоже ушел генеральный секретарь уволился ушел он не сработался с министром это говорит о том что мы не опираемся на профессионалы мы опираемся на знакомых на приятных во всех отношениях людей они на профессионалов поэтому идут вот такие проходы потому что никто не продумывает потому что никто не думает на на два-три шага вперед то что никто не помнит как было раньше в тоже проблем у нас все начинается сначала исторический визит никогда раньше выясняется что он не он не из риски он он проходной и раньше было много раз спасибо большое за откровенный разговор с нами был профессионал который посвятил всю жизнь международной деятельности человек который отработал в оон сколько 30 лет 27 27 лет отработал в оон дипломат международного класса экс-глава секретариата организации совета безопасности организации объединенных наций александр мацуко к сожалению сейчас время профессионалов прошло мы расхлебываем вот этот непрофессионализм остается только пожелать может быть найдутся мальчики которые скажут голым королям что они будут я очень на это надеюсь вы на канале континент с вами был александр мацуко я елена прикова пожалуйста подписывайтесь ставьте ваши оценочные лайки нам это очень нужно для распространения видео распространять его и оставайтесь с нами еще раз спасибо всем до всех до следующей встречи всех благ